Таджикистан вновь обвинен в поставках больших партий оружия афганским боевикам движения «Талибан». По версии СМИ Афганистана, таджикистанские вертолеты регулярно приземляются в афганской провинции Бадахшан под контрольной талибом и осуществляют выгрузку оружия талибом в обмен на золото, которое позднее доставляется в Душанбе. Примечательно, что и официальный Кабул, и официальный Душанбе яростно опровергают все обвинения. Сообщения о поставках оружия появились в СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Афганистана, который якобы утверждал, что оружие перебрасывается через границу вертолетами. Однако это сообщение опроверг официальный Кабул, заявив, что новые обвинения беспочвенные и нет никаких оснований полагать, что Таджикистан помогает оружием, признанной на его территории экстремистской и террористической группировки. Источник Азади подтвердил, что таджикские вертолеты действительно осуществляют наблюдательные полеты на границе с Афганистаном, однако они никогда не приземляются на сопредельной афганской территории. Не слишком ли много два обвинения за один месяц? Откуда идет дым этих сообщений, если вспомнить поговорку, что нет дыма без огня? Или может быть кому-то так уж выгодно распространять порочащие слухи о Душанбе? Мнение эксперта. Вы знаете, здесь мой комментарий очень простой. Мне очень сложно верить в то, что это могло происходить, потому что это совсем нелогично. Это ни в коем случае не отвечает интересам Таджикистана. И даже если допустить, что это происходило гипотетически, если представить, что к этим были причастны какие-то силы, то опять возникает вопрос, откуда у этих силы вертолеты, и так далее. Поэтому это нелогично, а это просто отсутствие. Вполне возможно, что это какая-то спикуляция. В афганской прессе, как и в прессе любой другой страны, появляются разные сообщения. Я так и не смог найти, кто здесь стоит, какие-то официальные лица или нет. Но в любом случае, я думаю, что не стоит к этому серьезно. С вами была новостная служба Центрально-Азиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова